Этот 2018 год указом президента Татарстана Рустама Мениханова объявлен в республике годом Льва Толстого. Великий русский писатель родился 9 сентября 1928 года. О связи писателя с Казанским краем говорим с толстоведом, доктором филологических наук Лией Ефимовной Бушканец. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, как связан род Толстых с Казань? Весь род или только Лев Николаевич? Но если говорить о роде, то еще прадед Толстого был свияжским воеводой. А дед Толстого был казанским губернатором. Причем он был назначен за одну неделю до знаменитого Казанского пожара 1815 года. И помогал его тушить, и поэтому завоевал уважение всех горожан. Но, к сожалению, после того, как он скончался, семья осталась очень бедной в долгах. И поэтому сын Толстого Николай Ильич был вынужден из Казани уехать. Ну а потом, после смерти его жены и его самого, опекунство над детьми Толстыми перешло сначала одной тетушке, а потом оно перешло другой тетушке, которая жила в Казани. Это была Пелагея Ильична Юшкова. И вот так вот осенью 1941 года все дети Толстые оказались в Казани. В каком возрасте Лев Николаевич приехал в Казань? Ему было 13 лет. И он был совершенно подростком. И представьте себе, это был совершенно несчастный ребенок, у которого сначала умерла мать, и он очень тяжело это переживал. Это была тяжелейшая детская травма, как бы сказали сейчас психологи. Потом умер отец, потом одна опекунша, потом другая. И, в общем, он всю жизнь переживал вот какое-то ощущение ненужности, заброшенности, одиночества, которое вот очень сильно было и сказалось, в общем, в его творчестве. У нас только потерь. Конечно, да. Он же поступил в университет с протекцией самого Лобачевского, но плохо учился. Ну, что вы хотите. Во-первых, ему было всего 16 лет. В 16 лет мало кто знает, кем он хочет быть, и мало кто хорошо учится. Во-вторых, тетушка очень хотела, чтобы он был дипломатом, и поэтому его отдали на восточный разряд. Причем, ну, я не уверена, что это можно назвать протекцией самого Лобачевского, потому что вступительные экзамены Лев Николаевич дал неплохо, но несколько из них провалил, в частности, географию и статистику. Но Лобачевский, пожалуй, помог только в одном. Когда Толстой поступал, ему было всего 15 лет, и поэтому он разрешил пересдачу экзамена. Скорее здесь сказалась протекция и всесильного Мусина Пушкина, который был попечителем учебного округа, потому что Толстой поступил на несуществующее отделение. Было отделение арабской словесности, тюрско-турецкой словесности, а он поступил на отделение турецко-арабское. То есть его создали специально под одного студента. Но мечта тетушки, чтобы любимый племянник стал дипломатом, это мечта тетушки, как очень часто сейчас родители отправляют детей туда, куда бы они сами хотели попасть. Тетушка хотела, чтобы он стал потом адъютантом государя и на Востоке. Но ему было неинтересно учиться, что поделаешь. Поэтому мы не будем его обвинять в том, что он был плохим студентом. А вот хорошие отношения у него были с тетушкой? Да. Тетушка была разным и сложным человеком. Иногда лицемерным, иногда очень добрым. Ну, как все женщины. Но она очень любила племянников, очень заботилась и об их материальном положении. И интересно, что она прожила свои последние старческие годы у Толстого в Ясной Поляне. И мы со студентами год назад, студентами университета, ездили в Ясную Поляну. И нас там замечательно принимали, все показывали, как самых почетных гостей. И мы были на кладбище около могилы Пелагеи Леничной Юшковой. То есть племянники до последнего благодарности. Да, благодарны были, очень о ней заботились. А правда ли, что живя в Казани, Толстой начал вести дневники? Да. И это самое главное событие, пожалуй, в его жизни. Вот вы спросили про то, что он плохо учился. Сначала да, когда он учился на восточном разряде. Но потом он решил, что нужно принять самостоятельное решение. И он перевелся на юридический факультет. Считает, что это гораздо более полезно для практики жизни. И там он встретился с совершенно потрясающими преподавателями. И перешел с первого курса на второй вполне вот в такой средней, очень крепкой группе студентов. И в частности он встретился с Дмитрием Ивановичем Мейером. Вообще, как важно, когда молодой человек, студент встречается с хорошим преподавателем. Он не требовал именно знаний, он требовал увлеченности. И Толстой, выполняя его работу, потом сказал, я впервые познал радость самостоятельного умственного труда. Вот я своим студентам всегда говорю, что в университете самое главное не знание. Это, наверное, антипедагогично. Но удовольствие от умственного труда. Вот что дает университет. И он начал вести дневники. Это прекрасно. Ну, думаю, мы обязательно с вами продолжим после небольшой паузы. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Впереди масса интересного. Мы скоро вернемся. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о казанском периоде Льва Толстого с доктором филологических наук Лей Ефимовный-Бушканец. Еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро. Лея Ефимовна, а вот скажите, в каких произведениях Толстого нашел отражение казанский период его жизни? Пожалуй, самое интересное – это «Война и мир». Хотя там про Казань вообще нет ни слова. Мы уже вспоминали про знаменитый пожар 1815 года. А был еще очень большой пожар 1842 года. Это было в конце августа, когда выгорела почти вся центральная часть города. Горели даже торцовые, мостовые. То есть забивали такие вот бруски сосновые в землю. И мостовые были не из брусчатки, а вот такие вот деревянные. Поэтому они горели великолепно. И по ним распространялся пожар. Толстые и Юшковы, их в это время не было в Казани. Они были в имении Паново в Лаишевском уезде. Это почти 40 верст от Казани, но горело и было видно вообще ночью, как днем. И знаменитый пожар Москвы 1812 года в романе «Война и мир» – это впечатление казанские совершенно. Это впечатление, воспоминание Толстого о Казанском пожаре. Так что есть моменты, когда напрямую какие-то ситуации казанские отражаются в произведениях Толстого. Например, в Отрочке, в юности. А есть ситуации, когда мы угадываем, что это было очень сильное казанское впечатление. Соответственно, это тоже отражение нашего периода в жизни Толстого, его произведения. А можно ли назвать Льва Николаевича представителем золотой молодежи того времени? Да, в какой-то мере можно. Хотя он был некрасив, он не очень любил танцевать. И в ту пору не пользовался успехом, потому что у него было много юношеских комплексов. Но вообще, да, он участвовал во всех балах, живых картинах, концерты, которые устраивала так называемая «золотая молодежь». Но здесь я хочу тоже сделать маленькое дополнение. Сейчас у нас выражение «золотая молодежь» немножко такое негативное. И кажется, что это отрицательная характеристика Толстого. Но дело в том, что молодые казанские аристократы устраивали концерты, живые картины, устраивали благотворительные спектакли в пользу неимущих студентов. Молодой Лев Толстой вместе со своим другом написал вальс, который сохранился, и казанские музыканты его время от времени исполняют. То есть это было не пустое времяпрепровождение, это было не прожигание жизни. Это был совершенно особый образ жизни, связанный с культурой, с музыкой, с литературой. Поэтому «золотая молодежь» была в полной мере золотая. Это удивительно. И именно в этот период начался какой-то формироваться философский взгляд на жизнь, да? Да. Именно в Казани. Именно в Казани. Все это началось с того, что Лев Толстой начал вести журнал ежедневных занятий. Например, слева написано «заниматься энциклопедией право». Справа написано «не выполнил», «катался на коньках на Черном озере». Так. Иногда написано «слева заниматься тем-то», справа написано «выполнено». Да. А потом журнал ежедневных занятий перешел в «правила жизни». Это удивительные совершенно тетрадки, они частично сохранились. Это были правила, и Толстой хотел, чтобы он исправил свою жизнь, следуя своим правилам. Правда, через какое-то время их стало так много, что он написал себе особое правило. Не придумывать новых правил до тех пор, пока не начну исполнять старые. Надо же. Мне кажется, это даже можно взять на заметку. Надо взять на вооружение. А потом начался дневник, и он прямо записал в этом дневнике, что «я очень хотел давно подняться на новую ступень своей жизни, куда я давно поставил ногу, но только теперь у меня появилась возможность поднять тело». И когда Толстой уезжает из Казани, он уезжает в том числе, потому что Ясная Поляна досталась ему по наследству, раздел имени произошел, он уезжает из Казани уже совершенно иным взрослым человеком, не тем отроком, который приехал. Ой, спасибо вам огромное за такую занимательную беседу. Это было просто великолепно. Всего вам доброго. До новых встреч. Спасибо. Читайте Толстого. Обязательно. Спасибо вам большое.